здравствуйте уважаемые зрители первого медицинского канала смена парадигм сегодня в гостях у академика геннадия тихоновича сухих директора научного центра акушерства гинекологии перинатологии имени академика кулакова здравствуйте геннадий тихонович мы его большого друга с 1998 года точно какая у вас память наш программа я веду вас курс наш программа посвящена коренным изменениям которые произошли в той или иной области медицинской науки за последние десятилетия в связи с бурным развитием биомедицинских и исследований но сегодня речь пойдет о области которые несколько десятилетий назад не то что не развивался только-только зарождалась хотя ключевые открытия были сделаны в начале в середине двадцатого века я говорю о клеточных технологиях о клеточной биологии сегодня мы будем говорить о клеточных технологиях в конце прошлого века 1999 году журнал science назвал открытие эмбриональных стволовых клеток третьим по значимости событием биологии после установления двойной структуры структуры двойной спирали днк и проекта геном человека в том же самом году над самим понятием эмбриональные стволовые клетки нашей стране нависли грозовые тучи но мы прошли большой путь время сыграло на науку мы прошли большой путь от думских слушаний на которых требовали определенные люди запретить исследования связанные со стволовыми клетками до принятия недавно в россии закона под названием закон о биомедицинских клеточных продуктах но справедливости ради надо сказать что не только в нашей стране не однозначное было 20-30 лет назад отношение к стволовым клеткам вы помните 99 год и чтобы вот вы согласны со мной что произошел колоссальный прорыв и что послужило поворотным моментом как когда изменилось все марина я думаю что осознание что это действительно очень крупный шаг в современной медицине и в клеточной биологии я полагаю что до сих пор он в большом объеме достойном неосознанно потому что конец конец 90-х годов начало двухтысячных когда за открытие и работы по эмбриональным столовым клеткам была вручена нобелевская премия и это событие может быть вы еще не сказали об одном марина это было сопряжено с проблемой клонирования да которые вот сопоставились как-то эти две великие проблемы породили огромное количество шума и дезинформации тогда не было этого термина фейк-ньюс да но в принципе это можно было использовать и к сожалению полагаю в том числе наши может быть огромное ожидание и безумный интерес прессы к этому с вами много репортажей тогда снимали и много выступали породило несколько неточностей во первых с тех пор и до сих пор до до нынешнего времени я ощущаю когда мы говорим о различных технологиях и возможности использования стволовых клеток или про генитарных клеток да это моментально начинается ассоциироваться с возможностью генерации развития опухолевого процесса просто вот такое вот отражение к сожалению это в тонкости конечно потому что эмбриональные стволовые клетки это клетки не дифференцированы они не прошли проблемы стадию гаструляция это тогда когда они получают мощную команду на всю жизнь ты будешь внутренним ты на счете экзодерна мезодерма и энтодермы и головной мозг разойдется только из этого листка а печень только из этого листка и они эту команду никогда не теряют и когда ты используешь этот тип клеток взятые из этого гестационного периода ты понимаешь что из этой популяции клеток никогда не разобьется опухолевый процесс а вот если это будет истинное эмбриональные стволовые клетки тут взятые на до пятого дня жизни это ранее это эмбрион это был 505 день культивирования то тогда и такие совершенно не деференцированы они готовы из них можно создать при нужных командах любую клетку любого органа человека и системы и они не получив это великое наказ кто ты они именно они только могут это в определенных условиях например на мышах без иммунной системы на йодах могут дать вот это неуправляемая как бы рост но к сожалению об этих же деталях никогда журналисты не спрашивали публике не писали и вот это эхо того времени тяжелое эхо она существует до сих пор мы конечно этому способствовали и многие компании в мире особенно нашей стране мы знаем как много такой как бы псевдонаучная и в темно медицинской авантюры либо туристов которые собираются здесь когда открыв на первом этаже какого-то живого дома помещение 50 метров пишут это институт стволовых клеток конечно это все ужасное поэтому если мы это отбросим эту всю часть и посмотрим каким образом мы начинали очень горжусь напомнить еще раз уже 9 10 марта 1994 года марина это было наше первое клиническое использование клеток которые это была ассоциация клеток как стволовых так и прогенитарных значит более продвинутых клеток для лечения может быть не самая удачная была выбрана клиническая группа это были дети рожденные в нашем центре один из детей с синдромом дауна и у них мы понимаем у них очень много потенциального потенциальной нестабильности мизонхимальной ткани значение сечной сосудистой системы у них гипер подвижность все равно что от суставов и прочее и безумная по скорости гибель значит развивающегося клеток мозга нейронов и гли и всему прочего и тогда базируясь на клинических результатах которые были получены профессором шмидтом а до этого до военной всей школы начиная там с нехансена мы базируясь вновь возвращаясь к этой международным клиническому опыту мы провели первую трансплантацию можно это назвать трансплантация это было было подкожное видение только как бы истинные популяции стволовых клеток потому что мы уже двигались к 2000 годам в это время был замечательный наш коллега он присоединился к нам это профессор рейпин да вот я хотела как раз и мы его вспомнили сегодня он очень много сделал для становления направления у нас именно был у него был предварительный большой опыт клеточного биолога он работал и очень крупный в институте им в карте цена в институте эксперимента собственно его пригласили из петербурга из ленинграда и пригласили даже именно создавать создавать эту лабораторию замечательным клеточным биологом многое понимал был намного образованнее всех нас он чувствовал эту материю изнутри и как-то пришел ко мне и сказал геннадий вот я значит условно вышел на пенсию но мне хотелось в этой жизни что-то оставить и несколько вадим сергеевич вы наш друг вы великие великие совершенно научный человек вы истинные ученые и вадим сергеевич тогда мы вот вместе при его в том числе участие мы создали и получили первые варианты стволовых и стеноклеток нейробластов и мы не понимали в 2000 году вадим сергеевич с двумя нашими коллегами уехали в соединенные штаты и по сути дела это была демонстрация первых негрональных стволовых клеток вообще в мире но мы это не понимали более того это были марин даже не клетки а это были нейросферы после длительного культивирования об этом может быть надо нам сегодня с вами сказать потому что клетки удивительно тоже клон клеток от из одной клетки было там две клетки 4 10 и потом на каком-то этапе она не а начинает приобретать у них память что вообще эти клетки должны организовать организм некий они должны что-то производить они сворачиваются в такие сферы значит они дают во первых у них происходит другая дифференцировка генов из этой одного клеточного пола образуется сто тысячу две тысячи клеток которые уже образуют некий шар и мы называем это нейросферой если это нейросфера такие же клетки печени остальные и только и мы чтобы водить там пациента мы их пепетировали мы их значит дезинтегрировали глупо потому что на самом деле если сейчас говорить о регенеративной медицине предположим мы хотим помочь создать что-то условно дополнительно вырастить плюс какую-то печень марин тогда нужно было именно дорастить эти клетки ассоциацию клеток до этих сфер сфероидов и пересадить значит на этот матекс и фактически это мы создавали бы микро микро печени поэтому вот это вот сфероиды это уже 10 или там 7 лет тому назад или капельку раньше родилось понимание что такое сфероид и специальные технологии выращивания и прочее поэтому вадим сергеевич замечательный он написал чудную монографию я посчитал возможным что было соавтором хотя у меня есть хотя мы только обсуждали моя роль в ней весьма весьма скромная это была широта вадим сергеевич и я очень рад что академик ткачука на последнем конгрессе было специальная секция очень благодарен что мне позволили быть как бы модератором этой секции и я вспоминаю память память о вадима сергеевича и было бесконечно преданное очень интересная лариса скоротовская его муза его любовь и мой большой друг мой большой друг и мне кажется это было очень теплая и очень такая по-настоящему правдивая и значимая память о нем а вадиме что сегодня делается в вашем институте в плане клеточных технологий вообще и в мире что реальность а что пока только теоретическая возможность даже потенциал у них широк вот вы затронули нейросферы там и в кардиологии можно так теоретически репродуктология ближе ближе к месту нашего сегодня разговора удивительным образом значит для меня по крайней мере потому что когда вот возникла это вся ситуация двухтысячных годов и начала ранних нулевых годов то было какое-то такое мощное разделение все думали о том что как было бы здорово из эмбриональных стволовых истинных клеток при помощи управляемой дифференцировки например получить бета-клетки поджелудочной железы которые производят инсулин для какой-то в какой-то девайс их погрузить девайс ставить в вену и с тем чтобы вот они продуцировали это как бы искусственный вариант поджелудочной железы с наработкой значит этого и этого инсулина и или например вырастить клетки которые отвечают за недостаток одного из медиаторов чтобы не было болезни паркинционизма да то есть вот люди начали мыслить и до сих пор эти работы на самом деле идут но и другом варианте об этом позже скажу что люди думают все время вот этой философии вот одна чистая клеточная популяция то есть внутри было неосознанное подкорковое сравнение вот фармакология это же одна молекула но это действующая значит мы ее мы и мы восстанавливаем этот дефицит и это в корне неправильно и кстати внутрь но я никогда как бы не был в зоне этого этого внутреннего кризиса потому что предшественники как бы тех людей которых я считаю учителями за счет которых опыта которых мы делали самого начала правильные шаги может быть неосознанные мы кто такие мы маленькие мы с вами это 10 13 степени клеток аж значит не считая того что за нашу жизнь предположим и я вешал около 100 килограмм к счастью уже около 100 раньше был больше если мы я прожил эти 70 лет и если бы взять и рядом положить клетки которые умирали но нету регенерировали в основном клетки там костного мозга и петель эпидермис кишечник все что угодно вы удивитесь рядом со мной было бы гора клеток который бы весила от двух с половиной до трех тонн тонн вот представьте когда я впервые как-то это прочитала потом много раз осмысливал это для меня был такой вот совершенно я бы не был не подготовлен к этому к пониманию что делают стволовые клетки для чего они созданы они дают нам жизнь и какие они трудолюбивые бесконечно трудолюбивые как они начинают лениться мы начинаем умирать и это конечно огромная такая часть и поэтому концепция когда мы вводим мы предложим нам нужно какая-то катастрофы на территории мозга к сожалению геморрагические инсульт это хуже чем ишемический и значит ли травма головного мозга какая-то автодорожная там ситуация то общий принцип клеточных современных технологий в плане маринолечения это мы должны быть максимально близки к катастрофе и если мы очень быстро в течение каких-то часов или очень сопряженного времени начинаем использовать эти клеточные вещи то тогда у нас гораздо более высокая надежда на успех это вот один из принципов очень важно если мы говорим о значит предположим циррозе печени то или о патологии почек и мы пытаемся отсрочить или вообще исключить трансплантацию гепатит c значит неминуемо с течением неблагоприятного времени вне лечения особенности иммунной системы это цирроз печени мы ставим это диагноз но если мы находимся например когда погибла но осталась платформа хотя бы из 30 процентов собственных гепатоцитов собственного запаса клеток то тогда клеточная технология помогут зримо драматический позиции и мы можем уйти и таких я просто говорю у нас с нашими коллегами значит гарик ваганович это наш коллега из монокеан очень известный профессор из великого центра хирургии петровского и мы начали набирать этот материал помогать уже начиная с 2000 года в этом ансамбль они великие хирурги пациенты мы пробовали различные методы ведения прямо при химу печени в портальную систему в артериальную банально внутривенную банально это простой наиболее путь и мы получали потрясающий результат у нас более более 150 человек и мы марине смогли помочь буквально там вот я помню одну девушку она приехала там лет 35 или 42 из по-моему из латвии из риги и цвета и был как какого-то такого но абсолютно лимонный и вот она ушла из жизни мы ничего не смогли сделать человек еще меньше 10 но были яркие очень пациент особенно первые которые приехали из соединенных штатов где им отказали их не поставили это было время нормальных наших отношений с этой замечательной страны но там и страховка не покрывал тогда и они кровать были платить около 300 50 380 тысяч долларов в то время но их не стали даже на лист ожидания потому что на твой гепатит мы пересадим а через 14 12 месяцев у вас будет даже печень донорская а вот именно на фоне иммуносупрессии и для меня было тоже большим достаточно потрясением тот результат который мы имели у нас десятки людей потом пришли к другому качеству жизни и которым не потребуется трансплантации но к чему это вспоминаю к тому что если мы опускаемся ниже какого-то ресурса собственных клеток клеточные технологии не помогают значит кроме времени работы с пациентом очень важна ресурс собственных клеток действий стволовые клетки поэтому клеточные технологии даже до сих пор марина это не столько замещение сколько стимуляции собственной регенерации отсюда может быть вот этот термин регенеративная медицина не столько клеточные технологии как сейчас шагу регенеративная медицина может он по сути оправдан оправдан мы далеко не все это знаем но по крайней мере вот эти эти два очень мощности и фактора они тем не менее имеют потрясающее значение поэтому и мы всегда марине используем ним он на популяцию клеток это всегда и мы с вами это двести сорок шесть некий конгломерат к 242 дима клеток покажите у нас любую орган или систему выгнашу кожа стать из разных абсолютно десятков различных типов там мезенхима клетки там друг другая гистологии все остальное мы это ассоциация клеток и поэтому философия это не монокультура вы самое изысканное это всегда ансамбль клеток который обеспечивает это взаимодействие и в этом отношении вот постепенно за эти два десятилетия наблюдая где там уже какие клинические клинику травился или к клинику ресерч клинические исследования разрешаются там и где или там регуляторами западной европы то вот это приближается как бы движутся к этой в то же время маринут был второй очень важный этап когда японская замечательная эта команда вдруг перепрограммирование раздалочь возникнут и айпи из клетки это когда поясним индуцирование плюрипотентные стволовые клетки они похожи на эмбриональные фактически что делается берется на условно любая клетка там за и петель и защищенную эпителия например или там сейчас это какие-то мононуклеары клеток перистической крови и давая сигналы химические или же это значит различные арене или там мессенджеры эта клетка начинает д-дифференцировать то есть обратное развитие она вчера была эпителия а послезавтра она станет уже никем вообще а спустя два месяца она она дает фактически до стволовой по своим характеристикам и остановиться на каком-то этапе добавляя какие-то нужные сигналы они уже известны ты хочешь выбросить кардиомиоцит или кардиомиобласт там нужно добавить вот это ты хочешь хочешь чтобы это были нейроны пожалуйста такое и очень многое сделала логорькова марина андреевна вот я передаю сразу это привет от к крупная умная бесконечно работает как раз счастье лаборатории основное место сейчас у замечательного талантливого академика говору на вадима маркович и нашего общего большого друга которую мы очень любим ценим и она одна из пионеров с другой команды это академик киселев и вот для того они на рубеже 2002 на 3 или 5 года я монако ссылается по-моему на них даже на сергей киселев киселев вместе с марией наша команда новосибирцев значит доктор заки я это как раз были наши отечественные как бы пионеры и чем чем была прекрасна как бы это остается эта технология что это это не донорские клетки это не алла гены это аутологически своего свои собственно этим самым как бы снималась вот эта проблема отторжения условно отторжение хотя мы с вами потом чуть-чуть коснемся этого аспекта он не так выглядит жестким не таким как вы его представлял как бы мир и тогда здесь как бы очень много там есть возможность взять свои клетки с возможности сделать то что нам хочется есть возможность посадить в то место где в них нуждаются и безумно увлекательно да но вот я как-то говорил своим коллегам но для этого нужно минимум вот иногда и об этом не говорила как раз мария логарькова они с институтом нейрохирургии хотели как раз вырастить ту группу клеток ответственная за вот это явление заболевать паркинсона не получилось и вот они ему с ней сидели она мне рассказывала все этапы и уходила на это от шести месяцев им только прямые траты и причем это же это мария андреевна логарькова это великий как бы не профессионал клеточник и я спать машинка сколько же это это стоило прямые траты 350 тысяч долларов или евро но марин не в этом дело а в том что что а что будет потом с этими клетками с этой судьбой я вечно говорю вот давайте мы возьмем ну к счастью если есть возможность какие-то фитальные клетки которые говорил прошедшие инструктажки должны быть с высокой пластичностью и давайте мы возьмем у меня ржавую ткань и после многих-многих шести недель мы нарастим мои стволовые бизонхимальные стволовые клетки и вы скажете геннадий ты что принимаешь и я маленький я скажу я не хочу водить свои клетки они были шесть недель гестапо и над ними издевались и мы им давали команды которым они не привыкли они шли через насилие я образно очень образно самом деле возможно там нестабильный геном там слишком много сигналов искусственные и я хочу сказать марина это клетки мои но я опасаюсь что там много очень чужих уже клеток которые забыли кто такой геннадий сухим если вы предлагаете другие клетки вот фитального происхождения с чем мы начинали иногда сейчас работаем а эти клетки они чужие пожалуйста водите внутри потому что я знаю что они получив эту программу они никогда не ступят в сторону потому что шаг в сторону или не значит вверх это 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 побег и обязательно в этих клеток включится механизм апоптоза то есть самоубийство и они уйдут потому что они помнят кем они должны быть они помнят кем они должны стать и в каких событиях они должны вынуть пистолет и застрелять себя поэтому вот это вот вся такая очень сложная ситуация вокруг клеток и конечно а потом было знаменитый эпопея который сейчас продолжается с американской это мощная команда когда вот можно вырастить например мочеточник его там сделать или там ну вот это уже ближе к регенеративной медицины регенеративной медицины но это как бы это тиши инжиниринг фактически да это и так много а в репродуктологии вот что делается и я понимаю что это можно сделать в два ди измерения зачем по длине органа но но попробуйте сделать репарировать мозг попробуйте почку печень да и и сразу и сразу возникает масса всевозможных вещей и а в репродукции поэтому если если бы марина спросила у меня значит геннадия вот за это время а как мы используем но я бы ответил что чаще всего сейчас марина мы используем для наших новорожденных ведь очень много преждевременных родов очень много к сожалению по разным причинам иногда это какие-то наши неблестящие акушерское там поведение но это в последнюю очередь рождаются дети которые потенциально могут войти в группу детского целебрального паралича после серьезного серьезная какой-то гипоксии и если ты стимулируешь ты отменяешь начале апоптоз ты отменяешь схождение лавины ты отменяешь вот этот сигнал на креточную тотальную гибель а потом ты пытаешься вызвать регенерацию на территории мозга у нас десятки пациентов наших маленьких иногда безумно там 500 600 граммов и у них так много молекул не хватает так много сигналов и тут надо очень точно знать а как мы общими подходами это сумеем как мы можем помочь это не простая совершенно тропа ну например спустя какое-то время в руку мы увидели что ведение стволовых клеток пропаги лично популяции вызывает мощные тромботический про тромботический эффект и мы можем вызвать нездоровое тромбообразование там где не нужно это это нужно учитывать мы сделали специальную работу и научились отменять эти факторы тромбообразования сорбировать их медведения это одна из тоже из опопеи в то же время этот же механизм родился ребенок у него нет системы коагуляции у него начинается появление пропотевание клеток кровоизлияние в области боковых желудочков мозга кровотечения слизистые желудочно-кишечного тракта легких на территории легких тогда ты можешь этот процесс остановить не путем переливания личной популяции тромбоцитов от доноров а именно этим механизмом и поэтому потом вот например это очень редкая ситуация когда такой булезные термолиз дети бабочки это раз несколько родилось и мы так как бы счастливы это это не это очень редкое заболевание смотреть на этих детей но просто невозможно потому что любое и трон прикосновение это будет это будет язвы это будет все это но это ужасно и понимая что у нас есть колоссальный опыт вот как бы там за спиной и значит трансплантации даже внутрикожная трансплантация клеточных популяций она дала очень много да и у нас я у нас да и мы сейчас сотрудничать с этим всемирным фондом и нам уже поставляет иногда неких детей не только с этим и другими кожными проявлениями это ведет профессор ирина ивановна риумина я очень благодарен за это очень такая но все педиатры должны быть неонатологи такими но ирина ивановна просто не просто душевнейший человек и у нас есть конечно мы продолжаем работы по печени которые там связаны с врожденным метаболическими синдромами и к репродукции до марин к сожалению открывается дверь этого кабинета на пороге женщин 40 плюс и ты понимаешь что они пришли задачи они мечтают но их не получается рождение собственного ребенка и мы понимаем а другой другое что эволюция была создана таким образом что в 40 формально в 40 около 40 плюс там два-три года яичник перестает быть ну там нет ооцитов там эволюция запретила репродукцию для этих для этих женщин то что они должны родить выходить своего ребенка и помочь еще в воспитании внуков своих внучек внучек и внуков и нам нужно дать какие-то сигналы яичнику иногда а другая ситуация женщина совершенно молодая но на синдром первичной недостаточности это мы раньше называли это раннее истощение яичника у нас есть такая группа пациентов тяжелая как бы группа достижения эффекта и мы и этой группе иногда даем возможность некие сигнальные системы не мы а клетки эти безумные с какой-то потрясающими командными системами с эволюционным мощным потенциалом который никогда позже уже не будет и иногда мы получаем этот эффект то же самое как там синдрома шермана когда фактически полости матки нет это такое мощное рубцовое изменение плоду некуда не будет никогда беременности это взлетно-посадочная полоса для боинга на просто испорчены ее надо бы создать заново и после хирургии мы различными вещами пытаемся воссоздать регенерацию собственных клеток это протекция осуществляет тоже эти клетки поэтому ну марина и конечно там наша мечта нас есть отдельные элементы это отдельный вот с академиком маршафианом львом андреевичем он сейчас мы открыли внутри нашего гиганта институт гинекологии и у нас было несколько это было много раньше более 15 лет назад отдельные случаи когда видение от безвыходности а это уже форма асцита миллиарда клеток внутри брюшной полости и видение клеточных популяций стволовых и парогенитарных клеток нам вдруг каких-то редких ситуациях дала эффект но не при других опухолях например и тогда я до сих пор мечтаю и лев андреевич тоже чтобы мы возвратились к этому потому что мое глубокое убеждение не случайно как бы открыт это была моя естественная такая настойчивая инициатива этот институт потому что поддерживая приветствую огромная инновации в области лечения опухоли я думаю что финальная часть и тому сейчас карте тех технологии новые какие-то вещи они клеточные по сути они направлены на то что ведь когда мы молоды в основном и когда наша клеточная система защиты в полном порядке у нас как правило не развивается да и поэтому моя мечта чтобы мы более детально то есть я не исключаю что стволовые прогенитарные клеточные технологии вот прямом варианте не измененные химерные рецепторы не конструированные а естественно созданные эволюции природы должны мне кажется это очень интересная часть для контроля опухолевого процесса метастазов и прочее поэтому ну и конечно тема которая есть две безумные темы которые будут вечно интересовать будущие поколения и нас которые будут неисчерпаемы это лечение опухоли и это эйчинг не люблю слово старость и антиэйчинг не так удовольчающе звучит да ну как-то это вроде звучит немножко так вот лучше гораздо потому что да мы часть эволюции да мы рождаемся взрослеем доходим до уровня какой-то зрелости потом начинается некая биологическая эволюция деградация нас и попытаться конечно в это очень серьезно задействовать безумные многие системы да это там новое очеречное открытие к эта молекула для предупреждения старости это глупость это процесс системный и подходить к нему надо систем если мы говорим о том что мы это огромной сложности мощнейшая система мы галактика этих клеток тогда нам нужно если это галактика чуть-чуть стала качаться ее может быть подправить другая меньшая но такая же сложная такая же умная саморегулирующаяся галактика виде композиции каких-то ансамбле нужных клеток и поэтому я вот понимаю регенеративную медицину в том числе конечно через призму этого вечера течь последний мой вопрос как бы вы определили вектор развития клеточных технологий в какую сторону куда мы движемся лечит или куда бы вы хотели чтобы двигалась ее развитие барин я считаю что хорошо вот мы с мы с вами сейчас этой короткой беседе как бы увидели несколько даже направлений да и временных эмбриональные стволовая клетка сложности потом и без клетки значит и вот различные технологии киши инжиниринг создание органов мне кажется что мы должны продолжать заниматься здесь но как бы все же новое вот можно сказать что сейчас стволовые клетки или там вы регенеративной медицины надо абсолютный пик но уже наверное нет вот я вас не спрашиваю про дениса ребрикова чтобы не уходить просто в сторону от клеточных технологий потому что вот сейчас вот это развивается криз проредактирования я почему вспомнил то что это сотрудник вашего института это очень смелый идея и значит конечно марина мне кажется что эта тема не исчерпана и я полагаю даже создание закона и развитие на очень многих площадках и мы не должны скажем академик ткачук все у тебя арсеньевич который сейчас президент общества регенеративной медицины которые с командой своей академик васильев андрей валентин и институт многие наши очень яркие коллеги просто не хочу других обижать нет времени на фамилии то что все эти конгрессы мощные насыщенные они новые и я там прихожу это боже мой это не читал это не знаю это не слышал и я просто к тому что нам надо не думать о моде это 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 клондайк это якутские алмазы это это трубка в алмаз на и которые нужно продолжать развивать и хорошо бы чтобы это понимала общество и хорошо бы чтобы даже законы которые иногда делаются как и клеточных препаратах биомедицинских иногда даже хорошие законы вносит мощные ограничения и прежде всего не в исследованиях а в помощи конкретному человеку и поэтому мне бы хотелось чтобы общество понимала насколько это перспективное и позволяло чтобы не было жесткой регуляции регуляции внутренние вот мы с вами национальном центре единственным крупном центре акушерства гинекологии своей истории нам 76 год идет и марин но разве могу я там как-то переступить безумно за грань недозвольного нет и люди работающие национальных центрах и занимающиеся наукой большой да они очень ответственные и поэтому нужно ну наверное нам доверять больше чтобы был формат свободы этой профессиональной не ради нас не ради чего-то ради движения ради наших пациентов ради того тех задач которые сегодня нерешаемы в медицине и и поэтому как бы все цвета радуги должны иметь право на жизнь в том числе и редактирование генома завтра а повзезавтра может быть не только терапевтическое клонирование если я смотрю уже глазами значит репродуктолога да значит представителя вот этой профессии и марина мне кажется что вот наша тоже встреча она очень но для меня этапная во первых это одна из встреч на эти вот 20 с лишним лет и мне кажется что наши зрители все-таки может после нашего нашей короткой битой беседы ощутят пока безграничность этой проблемы она не закрыта она не вышла из моды и мы ждем новых может быть не самых ярких но значимых для конкретного пациента успехов спасибо большое геннадий тихонович